Есть много фигур, которые можно назвать флагом, но сегодня будем говорить только о паттерне, сформированном горизонтальными уровнями. На мой взгляд, гораздо правильнее разобраться досконально в чем-то одном, чем пытаться охватить в небольшом видео многое. Поэтому, сегодня подробно разберемся, как формируется флаг. А после 10 примеров тестов покажу, как правильно открывать сделку на паттерне. Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембиту. Посмотрим, как формируется флаг с точки зрения заявок и сделок. Для этого понадобится модель стакана. Стакан – это таблица лимитных заявок, в красной зоне продавцы, в зеленые покупатели. Слева видим график цены. Пусть на биржу поступила лимитная заявка на продажу 100 лот, по цене 100. Как только заявку выставили, количество лот увеличилось до 101. Что произошло с ценой на графике? Ровным счетом ничего. Потому что лимитные заявки – это пассивные заявки. Со стороны покупателей пришла рыночная заявка на 20 лот. Рыночная заявка предполагает покупку 20 лот лучшего рыночного предложения на текущий момент. Что произойдет после того, как заявка попадет на биржу? Верно, цена вырастет до 100. Действие рыночной покупки приведет к тому, что часть большой заявки на продажу будет продана и останется только 91 лот. Обратите внимание, что большая лимитная заявка сдержала цену. То, что произошло в стакане, произошло и исчезло. Но на графике появление рыночной заявки оставило след в виде роста цены. Price Action – это как раз та область технического анализа, которая объясняет, за счет чего формируются те или иные модели цены и почему они приводят к сильным движениям или развороту. Согласитесь, сложно выиграть в шахматы, не понимая правил игры. Если хотите научиться понимать, что стоит за поведением цены, подписывайтесь на YouTube канал Admirals. Там много видео по Price Action в свободном доступе. Цена выросла до 100 и покупатели, защищая захваченную территорию, выставляют большую лимитную заявку по цене 97. Для укрепления позиции, быки добавляют еще одну большую заявку по цене 96. Теперь этот бастион медведям будет сложно пробить. Продавцы атакуют, выставив на продажу по рынку 20 лот. Цена снижается, но упирается в поддержку больших покупателей. Большие лимитные заявки сдерживают падение. Покупатели снова выставляют рыночную заявку в 20 лот. Цена поднимается до 100, выше пойти быки не могут, потому что их сдерживает большой продавец. Продавцы вновь наступают и выставляют рыночную заявку в 30 лот. Заявка на продажу поглощает маленькие лоты, выставленные на покупку, после чего цена вновь упирается в большого покупателя на цене 97. Выставленные на покупку 50 лот рыночной заявкой выбивают серьезный кусок у продавца, поставившего лимитную заявку на сотни. Если сейчас продавцы не добавят лимитов или не выставят большую рыночную заявку на продажу, вероятность роста будет очень велика. От большой лимитной заявки осталась только треть. Выше лимитов на покупку не появилось, так что путь вверх пока свободен. Продавцы выставили по рынку 30 лот, что снизило цену до уровня 97. Но запас прочности у покупателей высокий. Как только быки выставили 50 лот по рынку, эти заявки смели остатки позиций большого продавца, что привело к росту цены. А на графике противостояние покупателей и продавцов будет выглядеть как флаг. Если научитесь видеть за каждым движением графика определенное поведение покупателей и продавцов, то сможете определять, на чьей стороне сейчас сила. Эта схема раскрывает изнутри взаимодействие покупателей и продавцов и признаки, по которым видно, на чьей стороне сила. Чтобы разобраться в этой схеме, вам будет полезно вернуться к видео еще раз. Поэтому, чтобы ролик не потерялся, поставьте ему лайк. Зачем важно понимать, на чьей стороне сила? Дело в том, что только присоединяясь к сильной стороне, вы сможете стабильно получать прибыль. В нашем примере покупатели на голову разбили большого продавца. Правильнее сказать продавцов. Но вы спросите, а что забыли продавцы на этом уровне? Зачем они встали против тренда? Хороший вопрос. И сейчас мы с ним разберемся. Думаю, вам хорошо введен участок противостояния покупателей и продавцов, отмеченный уровнями поддержки и сопротивления. Попробуем выяснить, что заставило продавцов выставить большую заявку против явного тренда вверх. Пометим участок вертикальной меткой 11 ноября 2021 года 12.00. Отметим уровень большого продавца. Переходим на старший таймфрейм. На графике хорошо видно, что цена остановилась на историческом графическом уровне сформированном около месяца назад. Из этого можно сделать вывод, что если флаг формируется на историческом уровне, движение при пробое его будет более сильным. Обратите внимание, что уровни со старшего таймфрейма хорошо сдерживают цену. Кратко подведем итог. Флаг ищем на трендовом движении цены. Когда на уровне против движения возникает большой покупатель или продавец. И последнее. Чем дольше цена стоит в узкой консолидации, тем вероятнее сильное движение в сторону тренда. А сейчас для закрепления материала переходим к тестам. Первый пример. Посмотрите на график и скажите, какие из трех участков отвечают критериям флага. В первом примере правильный ответ 1 и 2. Второй пример. Определите на графике, какие из трех мест можно назвать горизонтальным флагом. Несмотря на то, что в первом примере был ложный пробой в верхней границе, это тоже флаг. Ложный пробой флага часто дает хорошую подсказку по движению цены. У меня на эту тему снят ролик Price Action ложный пробой флага. В этом примере хотел обратить ваше внимание на номер 3. Если были внимательны, то узнали в нем недавний пример, в котором показывал, что цена остановилась на сильном уровне со старшего таймфрейма. Обратите внимание, что только при пробое этой фигуры цена резко пошла вверх. Третий пример. Варианты 1 и 2 верны, но третий ошибка. Третий вариант скорее напоминает треугольник, который заманивает для входа против тренда. Четвертый пример. В данном примере только второй вариант верный. Если хотите детально рассмотреть каждый пример, скачайте эту презентацию из группы ВКонтакте. Учимся зарабатывать на бирже. Ссылка под видео. Регистрация ВКонтакте для этого не нужна. Пример 5. Думаю, с этим примером сложностей не возникло. Шестой пример. Даже несмотря на то, что второй вариант не дал продолжение движения, эта фигура подпадает под определение флага. Пример 7. В седьмом тесте нужно обратить внимание на второй вариант. Почему его можно отметить как верный? Дело в том, что ближайший уровень сопротивления, который может остановить цену, позволял получить прибыль больше риска в несколько раз. Пример 8. В данном тесте интересен третий вариант. Обратите внимание на шип при пробое нижней границы. Часто такое движение говорит об истощении локальной тенденции. Пример 9. Посмотрите. В данном случае, как и в примере, с которого он начал, цена остановилась на локальном графическом уровне поддержки, хорошо видном на старшем таймфрейме. И после пробоя движение усилилось. Пример 10. Посмотрите, как в данном примере цена хорошо отрабатывает уровень. Для входа нужно было только работать по тренду и увидеть этот уровень. О механизме входа поговорим прямо сейчас. Самый простой и в то же время эффективный вариант входа – вход на пробой с топ-лимитной заявкой. При этом, стоп размещаем под пробитым уровнем, если тренд ярко выражен. Если тренд слабый, то стоп ставим под нижней границей. А сейчас подведем итоги по тесту. Подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если набрали меньше 5 баллов – тест не прошли. От 5 до 8 – средний результат лучше попробовать еще раз. 9 и выше баллов – отличный результат. Если понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите сколько баллов набрали в тесте с первого раза, подписывайтесь на ютуб канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!